В третьем матче бронзовой серии волейбольной суперлиги Украины сборная Харьковской области Юракадемия принимала Винницу. После двух выездных поражений подопечным Владимира Романцова нужна была только победа. Но вопреки ожиданиям борьбы не получилось. На равных соперники сражались лишь до середины стартовой партии, а затем гости ушли в отрывы и в дальнейшем лидерство не упустили 25-19. На кураже винницкая команда, костяк которой составляют бывшие игроки Харьковских локомотива Юракадемии, второй сет выиграла еще более уверенно с преимуществом в 11 очков. Где-то лучшее состояние, может психологическое, потому что уже давление ушло и у нас были полностью развязаны руки, как говорится, на нас ничего не давило и получилось сыграть в удовольствие, раскрепощенно и много чего получалось. Попытки юристов изменить ситуацию оказались неубедительными. В итоге, проиграв третью партию со счетом 18-25, сборная Харьковской области Юракадемия потерпела в бронзовой серии сухое поражение и завершила чемпионат на четвертом месте. Ребята года бились еще в Суперли, все-таки на площадке стояло много молодежи, которая первый раз попробовала. Те, что в том году где-то в засаде были, сейчас пришлось нести на себя груз ответственности. Ну, в каких-то играх это удавалось, в сегодняшней игре это не удалось. Не удалось. Ну, а что по сезону, ну, что душой кривить. Хотелось побороться за медали достойно, к сожалению, этой достойной борьбы не получилось. Впрочем, совсем без наград юристы не остались. Лидер Харьковской команды Андрей Левченко был признан лучшим диагональным чемпионата Украины. Я очень рад, что так получилось. Я к этому шел, стремился, в принципе. Я уже 8 лет не играл в украинском чемпионате, поэтому вернуться сюда и получить такую награду для меня большая честь. В финальной серии волейбольного чемпионата Украины Барком выиграл два стартовых домашних матча у Сердца Подолья. Третий поединок состоится в среду в Виннице.